Так, а я чувствую, как здорово с тобой и комфортный вулкан. Да, я сама сейчас как на вулкане. Я вообще больше всего кайфую, когда я рассуждаю, копаюсь в себе, через внешний мир наблюдаю, что вовне творится, вот с вами общаюсь, понимаю, что я сама с собой общаюсь, со своими клеточками себя, вот этого огромного коллективного сознания, и мне от этого, блин, так классно. Я кайфую, короче. Ребят, общайтесь, общайтесь побольше друг с дружкой. Ну, не на вот эти темы, я жертвую, все плохо. А на тему, на тему, выбирайте сами. Так, а если у сестры опираться на грудь, могу ли я исправить? Как понять, куда двигать, куда копать? Ну, признать, что это продукт вашего желания, вы хотите, чтобы у вашей сестры была опираться на грудь, вот. И попытаться себе рассмотреть в зеркале. Так, это нейтральный персонаж, которого я нарисовала, как Стивен Спилберг, взяла актершу, актера, актершу, вот. И она сейчас играет для меня роль, чтобы я, блин, увидела в ней себя. И понять, откуда это... Здесь надо задавать себе вопросы, почему я этого хочу. Почему этого хочу уже, в принципе, обусолено, потому что себя надо увидеть, свои чувства подавленные увидеть. Вот, и ещё вопрос такой, а что я чувствую, когда я буду делать операцию? Мне её жалко, там, или ещё что-то. К себе жалость чувствуете? Трансформировать надо шаблоны все эти чувства. То есть, что такое трансформировать? Это не просто какая-то супер-мега-техника. Мы взяли там и хакнули себе мозг. Ну, можно сказать, и техника, да. Но я бы сказала так, это просто рассуждение, обратить внимание на слово, на чувство, чем мы его наделили, и порассуждать, а так ли это на самом деле? Почему я решил, что это плохое чувство? Почему я решил, что это слово обозначает вот именно вот так? А если опросить 7 миллиардов жителей, они, блин, скажут на это слово совершенно другие мысли. А почему я вот узкомысливаю вот таким образом, блин, а не рассмотреть его с разных сторон? То есть, трансформация шаблонов и наших чувств, это просто обратить на это внимание и рассмотреть, чем вы таким херовым это наделили, что себя останавливаете двигаться, идти в новое, в неизвестное, позволять себе делать, что хочу и так далее. То есть, все вот эти правила, всё, что мы сами себе навязали, придумали, нас это всё останавливает. Все наши события, на самом деле, происходят только ради одного, для того, чтобы на спина двигаться, ну, то есть, жить. А жизнь — это что? Это поток, это движение, это познание нового, всё время новый опыт. Идти в неизвестность. Деньги нас тормозят. Блин, у меня будут деньги, я буду всё знать, что куплю, что поем, куда поеду. Блин, там всё известно в деньгах. Но я хочу, блин, жить. Деньги ведут в смерть. Вот. В деньгах ничего плохого нет. Просто не надо на них зацикливаться и менять свою жизнь на деньги. Они будут априори, когда они вам не нужны. Вам нужно будет познание себя, там, любовь к себе, радость, кайф. Блин, я живу, я кайфую, я познаю. Я это делаю, то пробую. Мне всё интересно, и тогда у вас и деньги будут. Болячки — это всего лишь сигнал тела, который вам говорит, где вы себя останавливаете. Грудь связана с материнством, да? Грудь связана с женским началом, грудь связана с принятием. Это вот вопрос, когда опираться на груди, да? То есть у вас принятие по жизни хромает. То есть что такое принятие? Вы не принимаете, что вы творите этот мир своим желанием, и почему-то это хорошо. Вы с ними боретесь, то есть вы не принимаете Творца в себе, потому что вы боретесь со своими творениями, которые вы создаёте. Вы их не принимаете, говорите, фу, Петрушка, фигня, жопная ситуация, давай изменять. Давайте это всё изменим, поменяем к чёртовой матери. Всё это хреново, всё это плохо, денег нет хреново. Всё хреново. Ничего не принимаете. Она вам транслирует это. Борьба, и вот уже дошло до операции. Но это ваша собственная борьба, она лишь отражение. В вашем мире никого нет, кроме вас. У каждого человека свой собственный мир, своя реальность, в которой люди отсутствуют. Вообще мир, голограмма, которую мы видим, это просто иллюзия. Вот вы, если киношку смотрите в кинозале, статичные кадры, статичные картинки быстро крутятся на киноленте. И создают иллюзию движения, что там живое кино. Да, оно и живое, и не живое одновременно. Там же люди, там же разговаривают, там же киношка, там же экшен. Но при этом мы понимаем, что его не существует, а просто кино. Наша жизнь, блин, точно такая же, в один в один. Мы не двигаемся, всегда находимся в одной точке. Движения на самом деле никакого нет. Это просто наши мысли создают эту иллюзию движения, наша вибрация. Мы распадаемся 9 миллиардов раз в секунду на один кварт просто, в ничего, в пустоту. И собираемся обратно делать точный слепок нашего сознания. То, о чём мы думаем, убеждены. И вот наше сознание проецирует, как проектор через фильтры нашего мышления, вот такую вот картинку. Мы вот такие кадры наблюдаем, и они движутся, потому что мысли двигаются, мы постоянно что-то рассуждаем, о чём-то думаем. Естественно, это всё движется. Но если вы начнёте рассуждать своё мышление, что почему я так решил, блин, а какого хрена это вот так, а почему это меня останавливает, а почему бы мне не пойти и не подвигаться, почему бы мне не подумать об этом, почему бы мне не переключить внимание, зачем я придумал, что люди Петрушки будут меня осуждать, не переключить ли мне внимание и пойти там что-то сделать другое. Перестать зацикливаться, вот зацикливаться, Мы, блин, наблюдаем одно и то же, ничего не меняется, день сурка, денег нет, работы нет уже какой год, потому что вы зациклены, а вам нужно уйти вот с этой дороги, которая, блин, вас несёт по кругу, вот так, в белках колесе, вам нужно начать мыслить, думать, думать, прежде чем думать, даже вот так я вам скажу, и посмотреть вот на свою жизнь с позиции, блин, как бы со стороны на себя. А что я так вообще живу? Почему я не иду и не делаю то, что я хочу? Почему я не хочу делать по импульсу? Ага, а тут правило, если я вот сделаю вот так, меня там в тюрьму посадят, а почему я так решила? Рассоздайте правила, осознайте, что такое тюрьма. Если в вашей жизни ещё есть тюрьма и люди, которые в неё попадают, это вы себя считаете на этой планете Земля и в вашем теле как в тюрьме, вы хотите свободы, не понимая, что такое свобода на самом деле. Свобода, она зациклена, да, если у свободы будет край, то она уже будет не свободна. Вот, ладно, не буду сейчас рассоздавать шаблоны, то у вас вообще мозги поедут. Так, дети сидят у компов, на улице не выгоняешь, у меня психоз. Как изменить? Опять же, где ваше принятие? Почему это хорошо? Отстаньте от других людей. Почему вы за них решили, как им надо жить? Вы свою функцию, когда их рожали, уже выполнили. Всё, отстаньте от них. Теперь ваше творение должно развиваться самим, сами, самим. Вы посадили дерево, наблюдайте, как оно прекрасно растёт. Куда у него там ветки растут, какие там ягодки будут, цветочки, там что, если это вишенка. Вот, наблюдайте просто интересно и всё. Отстаньте. Не надо вам знать, какие листья должны быть у дерева, да, где оно должно стоять обязательно, в какую школу там, чем заниматься. Перестаньте свои надежды, свои мечты, неоправданные какие-то ожидания перевешивать на ваших детей. Перестаньте их блокировать вообще от жизни. Вот вы им жить просто не даёте. Но как только вы от них отстанете, случится самое смешное, они не перестанут сидеть у компа. Потому что, когда вы от них отстанете, вы займётесь собой. Когда вы с собой займётесь, начнёте гулять, двигаться, кайфовать, радоваться, вы увидите, что дети вам будут транслировать то же самое. Сейчас дети транслируют вам то, что вы, блин, зациклены. Причём вы зациклены на детях, не на себе, на детях. Ну и они играют в вашу игру, как персонажи, в вашей сказке. Вот, спасибо детям, блин, что они вам показывают. Класс же. У меня столько новых клиентов, как я тебя благодарю за себя, за тебя и себя. Как создать своего мужчину? Вот, у меня есть посты, как создать своего мужчину. Раскрыть себе творчество. Внешний мужчина, близкий мужчина – это ваш внутренний творец. Осознать, что такое на самом деле творчество. Это не петь, не танцевать, не рисовать. Ну, хотя это тоже часть творчества. Но творчество – это познание новой, идти, неизвестность. Перестать зацикливаться на мужиках, обратить на себя внимание. Хотя бы для этого. Ну и потом, ваше желание сейчас побыть одной. Принять это. Да, я не хочу мужика. Вернее, я хочу, чтобы его не было. Потому что это моё желание. Материальный мир-то мне это зеркалит. Душа мне сразу всё показывает. Почему? Потому что я ещё с собой не разобрался, со своим творцем не разобрался. Блин, будет у меня мужик, я же знаю. Всё, внимание переключится на него. Всё, я о себе опять забуду. И нам придётся опять расставаться. И ему придётся, этому актёру, уходить из моей жизни. Только потому, что я опять не в себе, а в нём. Когда вы научитесь жить для себя, у вас будут мужчины. Может, не один. Может быть, там, я знаю, толпы будут ходить за вами. Но пока вы не поймёте, что творец-то это вы. Нынечка, привет. Нет, нет, нет. Доносят новости о бывшей подруге. Меня это бесит, раздражает. То ли зависть, то ли ревность. Вот, трансформируйте зависть в ревность. Так, у моих знакомых круто меняется жизнь в лучшую сторону. Что они мне транслируют? Они транслируют почтальонов в вас. Весь мир — это продукт вашего желания. Это ваше желание. Но если вы хотите прям это щупать, трогать, чтобы это было вот прям вот-вот, я этим пользовался, нужно, чтобы вы при этом были. Почтальону некуда нести ваши желания, ваши посылки с желаниями, потому что вас нет. Ваше предназначение — быть. Быть можно только здесь, сейчас, осознавая себя, здесь свои чувства. Вас нет. Вы где-то там, в прошлом, в будущем, в иллюзиях что-то думаете себе, что-то там мы придумали, что-то там знаете. Вас нет. Вы есть, когда только ощущаете себя. Когда вы ощущаете себя, блин, вы в себе, вы себя осознаёте, вы чувствуете и понимаете, что зеркалит внешний мир, что я при этом чувствую. Я чувствую ручку, блин, потому что эти чувства внутри меня, в моём теле. Я, блин, сейчас, блин, трогая ручку, обращаю на себя внимание, и я прям чувствую. Это вот прям маленькое упражнение. Я смотрю на блокнот, масса чувств. Мои глаза видят, ну, уши слышат шуршание. Эти чувства внутри меня, я чувствую себя через эти чувства, которые мне помогают. Вот этот блокнот, то есть блокнот — это материализованное моё чувство. Чувство шуршания, чувство гладкости, чувство такое... Короче, там тысячи букетов чувств, которые уплотнились в эту форму. Этот блокнот мне помогает узнать, какие чувства внутри меня есть, и этими чувствами я его и создала, как творец. Внешнее, оно следствие. Потом сначала чувство, потом блокнот. Естественно, чувство не только имеется в виду в моей башке, коллективного сознания. Все эти предметы во вне мы коллективно создаём. Ну, есть и персональные, конечно, вещи. Но весь смысл в том, чтобы чувствовать себя и познавать себя через этот весь внешний мир. А о чём я вообще говорила? Так. А! Я говорила о том, что когда вы себя чувствуете, себя познаёте и понимаете то, что гладите вы котёнка, и у вас вот это чувство умиления, радости, приятки, такой классное, вы понимаете, что это внутреннее чувство ваше. Это вы, созданные из этих чувств. Вы сейчас это испытываете. Вы обращаетесь на себя внимание. Вы есть. В это время почтальон к вам подходит, он вас видит, он вам передаёт подарки. Но вы не находитесь в чувствах. Вы не находитесь здесь сейчас. Почтальону передать посылку вашего желания, которое вы там пожелали некому, понимаете? Получают их все наделённые персонажи, которых вы также придумали, расставили тут в театре поиграть. Вот. То есть, стыд... Ой, стыд. Чё там, какой шаблон был? Зависть, вот. Зависть — это, блин, это офигенное чувство, которое показывает то, что ваше желание уже на подходе. Блин, на 99,9% уже исполнено. Это ваше желание. Персонажей нету никаких, на самом деле. Ваши чувства уже на подходе. Вот уже возьми их, разгляди. Вот они уже к тебе идут. Но тебя нету, ты ни хрена ничего не чувствуешь, потому что ты не здесь сейчас. Ты не обращаешь на себя внимания. Как мне передадут мои посылки? Скажите, пожалуйста. Нету меня сейчас. Вот они, что вам транслируют. Здоровье моё отражает плохое внутреннее состояние моих родственников. Или моё здоровье — это что у меня внутри, у вас внутри. Так, я прям хотела тебя сегодня в прямом эфире. Так, вот. Пазл желаний совпали. Часто вижу на улице людей-инвалидов. Это, ну, инвалидность внутри меня, конечно же. Чувства, ещё раз. Я даже не буду там дочитывать, там вообще, не знаю, длинный текст. Короче, наши чувства цельные. Мы все разделили, подавили. Мы свою целостность раздробили. Я — это я, они — это они. То есть я не чувствую себя целой со всем миром. То есть я, блин, инвалид. Просто поломанный. Рука поломана, нога поломана, все чувства поломаны. Мы инвалиды реально с вами. Вот. И они вам уже транслируют. Давайте собирайтесь в целостность свою. Единственная целостность с людьми, с чувствами, с действиями, с желаниями вашими. А то у вас желание одно, но вы для этого ничего не делаете. Импульс один, а вы совсем другое делаете. Где здесь целостность? Скажите, вы захотели, ни хрена не сделали. Почему? Да, мне стыдно. Мало ли, там петрушки такие плохие. Вот точно, знаю, никогда не видела их, но они точно обо мне что-то плохое подумают. Потому что они плохие. Но мы вот так поступаем с вами. Когда вы начинаете расширять своё сознание, трансформировать программы, вы начинаете видеть мир, то что, блин, ну вот реально я идиот. Почему я так всех наделила? Почему я решаю за всех, как им жить? Почему я решаю за всех, какие они должны быть? А какие они не должны быть? Почему я всё за всё решаю, а на себя не обращаю внимания? Расширяя сознание, вы начинаете видеть, блин, мир шире, и это очень круто. Вы начинаете получать ответы на все ваши вопросы. Но только надо начать это делать. Разговаривать с собой и рассуждать. Обращать внимание на ваши мысли. Всё, о чём вы думаете, вот даже давайте вам на завтра дам, и на сегодня, и на завтра, давайте на каждый день задание. Наблюдать за вашими мыслями и спрашивать себя как бы со стороны, а почему у меня такие мысли? Ну вот почему? Почему я вот именно вот это сейчас думаю? Наблюдайте за вашими мыслями и анализируйте, с чего я так решила вообще? Какого хрена я наделяю других непонятно чем? Почему я за всех всё знаю? Почему я знаю то, что я не могу сдать? Это невозможно о завтрашнем дне, но я уже знаю, в какой он будет. Я уже заранее решила, ещё и план на 10 лет составил. Почему? Где там неизвестно? Это остановка, жизнь — это неизвестность. Но мы всё знаем. Мы не хотим этой неизвестности. То есть мы хотим смерти, потому что нам эти шаблоны уже достали, мы хотим в забвение пойти. Смерти-то тоже нету. Мы умираем 9 триллиардов раз в секунду. Но это настолько быстрый процесс, что мы этого не видим. Но мы всё время этой смерти хотим бесконечно. Ну, чтобы вибрировать, и забвение, чтобы двигаться. Нас всё останавливает. Но когда вы начинаете наблюдать за своими мыслями, вы понимаете, и время там остановится, и у вас вообще время будет другое. Вы, кстати, научитесь временем управлять. Пять минут осталось на часах, вы спокойным шагом полчаса идёте и приходите вовремя. А часы окажутся, что сломались. Даже на айфоне и все одновременно. Как только вы начнёте наблюдать за своими мыслями и думать, так, а что я так подумала? Почему я так решила? Вот. Действительно, это моё мнение. Почему у меня такое мнение на это мнение? Вот такой вопрос классный можно задавать. У мамы диагноз рак груди. Смотрела тысячу раз эфир про рак. Не могу понять, где я больна. Как женщина, не проявляюсь. У меня ещё последний эфир про рак вышел вчера. Посмотрите, ещё один. Кстати, вот же был ещё один эфир. Здесь у меня в ленте. Прямой, последний. Я там дала все ответы. Я не хочу повторяться. Мне надоело, как попугай, повторять одно и то же. Я просто нового ничего не скажу. Я не знаю. У меня нового ничего нет. Давайте придумывайте. Так. Нечка, подскажи, пожалуйста, проблема с гормонами. Я никак не могу осознать, в какую сторону двигаться. В любую. Лишь бы двигаться. Что такое гормоны вообще для вас? Распишите. Для чего человеку нужны гормоны? Зайдите в биологию, погуглите, за что отвечают гормоны. И переложите это на сознание. У нас всех человеческие скафандры, потому что я создаю петрушек по самому образу и подобию. Наверное, есть миры и с другими существами. Конечно, есть. Чем ещё вы в этом сомневаетесь? Работаю управляющей в сети магазинов. Как начала с собой работать, стали увольняться продавцы друг за другом. Не могу осознать, зачем хочу. По той же схеме. Прям вот эфир сохраню. Пересмотрите. Я просто сейчас дочитаю, у меня уже эфир заканчивается. Давайте коллективно потрансформируем, закрытые границы откроем навсегда. Я не хочу их открывать пока что. Мне и так хорошо. Сегодня бомбические эфиры. Скажите, пожалуйста, когда у меня были не бомбические эфиры? Так, не надо тапки в мой огород. А мне стыдно заниматься спортом при посторонних на стадионе. Вчера бегала при футболистах и стыдилась. Вот что вы говорите? Вот согласитесь, вот такой кайф испытали. Вот прям, ну вообще, вот прям кайф. Вам было стыдно, но вы такую эйфорию испытали. Я по себе знаю, племя. И мне так стыдно, я иду, это делаю, и это просто оргазм. Прям, вот вообще капец. Особенно после пробежки. Не врите себе, вам было хорошо. Еще и перед футболистами. Блин, кайф. Ну или я постоянно требую денег от мужа. Чего я хочу? До скандала. Как осознать? Спасите меня. Так, пропущу этот вопрос. Вам повезло, если бы бегали возле легкоатлета. За вами бы еще бегали. Точно. Позавчера были неполадки с техникой. То машина не завелась, то телек перестал работать, то телефон вспомнила про вас, собралась, подумала, все решилось. На что обратить внимание? Так, а на что вы обратили внимание? Где вы собрались? О чем думали? Вы же починили, ну вот следите ваши мысли. Так, я тоже сегодня бегала, заряд энергии. Муж это ты, ты от себя требуешь. Чего? Вот, все, вы уже поотвечали. О, мамульчка, привет! Ты тоже красавица моя. Она в зеленой корточке. У меня тут на картинке. Так. Нелли, мы на марафоне денег чувствовали, щупали картинки. А можно подробнее как-то применять? Здрасте, до свидания. Пощупайте. Или вы о чем? Про шаблоны мышления? Тогда это в этом... На YouTube. Завтра выйдет, сегодня вышло. Нелли, что значит, если муж зациклен на сексе? Мучить просто. Думаю, думаю, к чему это и не доходит. А, блин, от чего вы бежите от своих удовольствий? Ну, имеется в виду удовольствие, это, ну, внешние удовольствия, да? А вы от каких-то внутренних удовольствий своих бежите. Осознайте, от чего там бегаете. Очень трудно распределять силы. Как только энергии прибавляется, трудно остановиться. В итоге происходит обесточивание себя. Потом лежу, осознаю, что таким образом возвращаю себя. Ну, все, отстаньте, кайфуйте. Наше сердце вот такое вот бьется, да? Вот так вот пульс. Прикиньте, там, биии, вот так на одном уровне было. Ну, как бы мертвец мертвецкий просто лежал бы. Кайфно, когда у нас взлеты и падения, потому что низины, они прекрасны. Вершины тоже сверху можно посмотреть. На низ спуститься вниз, посмотреть на высоту. Где бы мы ни находились, нас подгоняет всегда какой-то интерес. И полежать в тишине, в покое — это тоже движуха. Движение жизни — это не значит, что нужно телом брать и бегать. Не, бегать — это, конечно, тоже хорошо, как следствие это будет отражаться. Внешние движухи тоже будут проявляться. Но движуха, даже в положении, когда вы спите, ваше тело настолько работаемо, такие движухи происходят. Мыслительные процессы, а сны, сны ещё реальнее, чем наша реальность. Ну или хотя бы такая же. Просто там без блоков и шаблонов нашего ума мы проживаем такие же жизни. И если ответы нам, которые мы себе задаём, не можем получить в этой жизни, типа в реальности, которую мы называем, мы в реальности сна получаем эти ответы, потому что тут шаблоны нам не дают этот ответ получить. Кайфуйте, проживайте и в спокойном состоянии свою жизнь. Я очень люблю много полежать, ничего не поделать. Просто побыть во фрустрации. Ну, я не наделяю таким чувством, что это что-то плохо. Блин, это классно. Я просто тащусь от этого. Блин, сейчас у меня нет силы, ничего не хочу делать. Я ничего не делаю. Я наслаждаюсь. Просто почему бы не наслаждаться тишиной и радостью? Просто тихой вот такой. Можно громкой радостью бегать там, а-а-а, улю-лю-лю, дискотека. Вот. А можно просто поваляться, реально. Это тоже классно. И подумать о чём-то, помыслить. Даже шаблончики потрансформировать, да, когда вы не бежите там. Нелли, такая наполненная сегодня. Я прочитала «Инопланетная», думаю, да, «Инопланетная» классная. Тут такая наполненная. Нелли, то есть, получается, уже всё есть, не нужно ничего желать. Почему? Наши желания, ума, да, это подсказки тех чувств, которые нам не хватает. А нам для познания себя и раскрытия своих чувств ещё бесконечное множество жизней. Поэтому, да, в нас есть всё, но всё это, блин, нужно с интересом раскрывать, открывать и открывать. Бесконечно. Так. Самое главное — это познать свои истинные желания, чтобы они существовали правильно. А что их познавать? Вот, весь мир вам уже их показал. Просто смотрите во все глаза. Даже думать не надо, какие у меня желания. Моё желание сейчас... Болтайте с вами в эфире. Моё желание теребить эту ручку. Моё желание сидеть с этой кофтой. Моё желание не писать сейчас книгу. Моё желание не иметь Феррари в данный момент, потому что я сижу вот за этим столом. Моё желание в данный момент не иметь денег, потому что, ну, нафига мне деньги, сейчас у них ничего не куплю. Вот. Моё желание... Да пофиг вообще. Вот всё, что я вижу, это всё продукт моего желания. Каждая ситуация здесь сейчас. Перестаньте там мусолить ваше прошлое, мусолить будущее. Вот сейчас наслаждайтесь всеми вашими желаниями и познавайте, какие у вас есть желания. Так, вы себя и познаёте через ваше желание Кто вы и что вы чувствуете Через ваше желание, как раз вот через всё, что вокруг, блин, находится Сейчас И все ваши желания, даже умом, они исполняются быстро Когда вы у себя есть здесь Сейчас вам это нафиг не нужно Вы и так это всё чувствуете Но ваши чувства, которые вы в себе обнаружили Они же уплотняются и проявляются Так, слушаю тебя и наполняюсь Кайф, блин, как сложно саму себе понять Да, действительно Всем верим, но не себе Вот Странно, да? Так, сохрани эфир Ну, да, постараюсь Горло с чем связано? Говорить и задать вопрос Ставьте восклицательные знаки У мамы трахеид В больнице не прогонишь, меня это злит А она только и говорит Это ваша злость накопленная, блин, рассматривай, что такое злость Подавленная агрессия Недосказанность, невысказанность В лесу покричи Выпиши, возьми методиков У психотерапевтов очень много Некоторые знаю Берешь ручку, листочек, блокнотик И выписываешь всю злость, которая вообще там накопилась Вот сюда Ну и потом выкинуть, естественно Освободись от этого груза Вот, конечно ты этим можешь ей помочь Мы себе помогаем, помогаем всему миру Но когда мы бежим других спасать Мы забываем при этом себя и делаем только хуже Потому что, ну блин, мир-то отражение наше И следствие нас Наша проявленная Мы не можем помочь отражению в зеркале Мы не можем помочь тени Никак Через себя, блин, конечно, отражение меняется Но через себя 30 триллионов раз в секунду Частота вибрации атомоцезия Во, уже 30 Во, пожалуйста А, кстати, частота вибраций планеты, людей Всего поднимается Класс Теперь буду говорить 30 триллионов Спасибо Такая цифра пока не осмысляется Может больше Дело в том, что самая мелкая частица У нас там была кварк, да Но кварк сделан из пустоты тоже Это маленькая там триллионная Часть, еще какой-то части Блин, короче, мы все из пустоты состоим А вы знаете, да, то, что вы над полом летаете Вы даже до него не докасаетесь Между полом и вами Пустота Как и между всеми клетками нашего тела Видите, классно Воздух тоже такой же плотный, как и мы Только, ну, менее Большей плотности И вокруг ничего нет Мы создаем иллюзию И наблюдаем, чтобы Познавать себя, чувствовать Какие мы Так, я сегодня не доктор Не хочу ваши болячки рассматривать Как вы относитесь к тета-хилингу? Вот у меня был как раз прошлый эфир Я ко всему отношусь нейтрально Посмотрите, вот прошлый эфир просто бомбический Все эфиры бомбические Я как раз рассказывала